В Славянском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Всем жителям, пострадавшим от подтоплений, будет выплачена материальная помощь. В городе-районе начали работать комиссии по оценке нанесенного ущерба от подтоплений. Они будут обследовать жилые помещения, в которые зашла вода. Для осмотра таких домов в Славянске-на-Кубане и сельских поселениях сформировано 29 групп. Наша первоочередная задача зафиксировать, что у людей произошло, нанесен какой вред чему, имуществу, жилому помещению, средствам первой необходимости. Соответственно, очень много у людей котлы останавливаются, потому что здесь все на земле стоит, все напольное. Основная наша задача зафиксировать и передать комиссию. И уже там комиссия будет рассматривать оказание помощи или что какое-то еще. То есть мы просто сейчас актируем и передаем информацию администрации. Комиссии в составе специалистов администрации, служб жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных учреждений проведут оперативную оценку ущерба причиненного имущества жителей. В городе 327 таких домов. Комиссия побывает в каждом из них, составит акты обследования, укажет объемы причиненного ущерба. Пошла вода, вот она у нас давно, но мы выбирали ее. А теперь уже все, котел затушил, все поднимали, все повыносили. После оформления документов на основании оценки причиненного ущерба по каждому дому, в который вошла вода, жителям будет выплачена единовременная материальная помощь. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».